Где ставки быков поместили стерлинг в списке движения рынка на 3 часа дня по гривничу? Узнайте это в программе «Карбания рынка» от Дукаскопи. Я Алексайзет. Франк-гена за 15 часов торгов получила 1% прироста, и в течение всего дня пара преимущественно поднималась вверх. Швейцарский национальный банк подтвердил свое намерение защитить верхний предел пары евро-франк. Но франк в настоящее время на 0,32% выше, чем единая валюта. Стерлинг лишь на долю ниже от главного лидера сегодня, так как в Шотландии проводится референдум за независимость. А это говорит, что трейдеры делают ставку на победу голосов против. Луни является наиболее лучшим из трех товарных валют в списке. Накануне в докладе из Новой Зеландии по объему ВВП сообщалось, что во втором квартале был отмечен в превышающей оценке экономический рост на 0,7%. А Киеве стоит практически на одном уровне с евро. Австралийский доллар является наиболее медвечьем из трех товарных валют. А итог списка движения рынка подводит несколько валют тихих гаваней. Доллар США все еще немного выше против иены после скачка до 6-летнего максимума, так как Федеральный резерв вчера повысил свой прогноз по процентной ставке. Переходя к более долгосрочным графикам, стерлинг-иена получила первое место в еженедельном рейтинге быков, поднявшись на 2,79% зеленые. Ози Луни опустилась ниже всех, ее снижение превысило 2%. Доллар-иена по-прежнему является наиболее бычей парой в ежемесячном рейтинге с приростом на 5,78%. Киви-доллар восклавила медвежий рейтинг, пара снизилась на 3,88%. Вот так 8 основных валют проявили себя на эту пору в четверг. Мы вернемся завтра с последним на этой неделе докладом. Ну а сейчас, до свидания.